Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24. Коротко о новостях к этому часу. Коронавирус не отступает. В Дагестане растет число госпитализированных. Цены на продукты в республике растут. Вместе с тем, госстатистика сообщает, что одни из самых низких зарплат в стране. Именно в Дагестане. Три золотые медали в копилку дагестанских борцов. Подробнее о том, как прошло первенство России среди молодежи через несколько минут. Сергей Меликов переведен для дальнейшего лечения от коронавируса в Москву. Такое решение было принято после консилиума дагестанских и московских врачей. О заражении в Рио главы региона стало известно неделю назад. С того момента Меликов проходил лечение амбулаторно. Но в целях предотвращения ухудшения здоровья его госпитализировали в одну из больниц Махачкалы. Состояние Меликова удовлетворительное. Он продолжает работать в дистанционном режиме и держать на контроле решение важных вопросов. В Дагестане увеличили количество коек для пациентов с COVID-19. Это связано с ростом числа госпитализаций. На сегодня в стационарах развернуто 3613 коек. Отмечается, что долгое время количество ковидных коек в медицинских организациях Дагестана не менялось, так как заболеваемость держалась на одном уровне. Однако уже вторую неделю подряд в республике наблюдается рост числа госпитализаций с подозрением на коронавирус. По последним данным, только за сутки было госпитализировано 304 пациента с подозрением на COVID-19. 5 млн. рублей направят власти Дагестана на оплату такси для поездок врачей к пациентам с коронавирусом. Эти деньги будут перечислены Минздраву Республики. На эту сумму можно оплатить около 30 тыс. вызовов такси. Кроме того, в Рио главы министра по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов указал на необходимость компенсировать расходы на топливо для волонтеров, которые занимаются развозом участковых врачей по четвергам в Махачкале, Избирбаши, Дербенте и Хасавюрте. Такой вклад позволит акции набрать большие обороты. Даже солнечные лучи в дефиците. Места в городе мало, а жителей все больше. Людям хочется простора, но где его взять, когда каждый метр на вес золота? Как точечная застройка превращает жильцов в бойцов? Смотрите в сюжете Алины Багиловой. Почему-то нам нету двора, закрывают всякие застройщики, приходят и закрывают наш двор. Почему? А наши дети куда должны пойти играться? Как муравейник везде дома. Дети играть, у нас места нет. Лишь бы дома строить, машины ставить. Нам нужна детская площадка. Это 21 век. Нашим детям даже выйти никуда. В районе радиозавода по проспекту Акушинского настоящее противостояние людей за стройщиками. Жильцы общежития возмущены предполагаемым строительством дома. Ведь новая стройка, по их словам, буквально перекроет им весь обзор и лишит солнца и воздуха. Наступать с ножку вместо не бывает. Это что такое? Куда обращаться, мы не знаем. Вот каждый третий приходит себе что-то строить. Жильцы общежития считают строительство незаконным. По их мнению, застройщики, не имея на то основание, начали рыть котлован для новой высотки. Но, как оказалось на деле, документ на землю все же имеется. А закрыть вид на территорию, по словам застройщиков, это отнюдь не противозаконно. Мы просто хотели загородить свой участок. Мы ничего такого здесь не хотели, чтобы здесь администрацию вызывать. Здесь все время машины стоят на нашем участке, как стоянку сделали. Застройщика народное ополчение ничуть не смутило. Как объясняет владелец земли, у жильцов и так есть большая придомовая территория, которую они почему-то не используют. По его словам, они вполне могли бы обустроить прямо перед домом и детскую площадку, и зону отдыха, и даже сделать парковку. Я не понимаю, почему они возмешаются, потому что у них вот вход в дом, вот здесь находится. Их дворовые, вот эта часть, которая у них была, они сами застроили. И еще без всяких разрешений на строительство. И теперь вот их двор тоже здесь находится. Это то, что они показывают, это находится задняя часть дома. На место предполагаемой стройки приехали представители власти. Они пресекли действия застройщиков до полной проверки законности документов на право собственности земли. На данном земельном участке выданного разрешения управления архитектурой Градаса из города Махачкалы не имеется. Строительные работы на данном участке вестись не будут. Если будут предполагаться попытки введения строительной работы, мы будем реагировать, привлекать сотрудников полиции. Данные работы будут нами приостановлены. Между тем, жильцы дома не намерены сдаваться. На боевом посту дозорное общежитие. Они в любой момент готовы дать сигнал тревоги. Хаос в градостроительной политике раньше нередко ставил людей и строителей по разные стороны баррикад. На чьей стороне правда сегодня покажет время. Но ясно, что истина. Судя по всему, где-то посередине. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Дагестане вновь повысились цены на некоторые продукты. Об этом сообщает Дагстат. В основном цены выросли на помидоры и огурцы. Они подорожали на 14%. Помимо этого подорожали картофель и яблоки. Цены за килограмм лука выросли на почти 6%. Покупатели заплатят больше и за сахар и яйца на 3%. Незначительно подорожали мука, рыба, макароны, изделия и подсолнечное масло. Между тем, по данным Федеральной службы госстатистики, жители Дагестана в среднем получают самую низкую зарплату по стране. Вот уже 25 лет в Дагестане функционирует женское общество мусульмат. Создано оно силами и стараниями активных мусульманок. Здесь уверены, что женщина должна идти в ногу со временем, но при этом не забывать основы своей религии и своих традиций. О работе общества мусульмат в сюжете из Умруд Гамитовой. Это уникальное место, где любой может ощутить тепло общения и внимание. Здесь всегда можно найти поддержку в сложной жизненной ситуации и всегда окажут помощь в решении проблем. Здесь каждый чувствует себя членом большой и дружной семьи. Это мадресе мусульма для девушек-мусульмана, которые готовятся стать женами и матерями. В этом учебном заведении девушкам преподают как общеобразовательные дисциплины, так и религиозные. Основная цель – это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и поддержка семейных ценностей, традиций. Вот уже 25 лет здесь проповедуют общечеловеческие ценности, занимаются возрождением духовности. Женщин всех возрастов бесплатно обучают основам ислама и арабскому языку. Сотни молодых и взрослых мусульманок в стенах мусульмат научились совершать намаз, читать Коран и обучились основам религии. Воспитанницы изучают также и русский язык, историю Дагестана и даже азы медицины. В общем, все то, что может пригодиться девушке. На самом деле очень многому, начиная с духовного образования, заканчивая с развитием многих качеств, которые должны быть у каждой девочки, на самом деле пока что очень многому научилась, чего до сих пор не знала. Тайбас Сулейманова здесь 2012 года. Сперва окончила школу хафизов, затем и школу духовной красоты. Теперь девушка сама обучает основам религии и изучению Корана. Когда я поступила в школу духовной красоты, здесь открыли и школу хафизов этот год. И я подумала и осознанно пришла к этому. Но я думаю, это самое главное для человека в жизни. Для меня это самое главное. Вот религиозное образование и преподавать. Но я не могла свою жизнь по-другому представить. Это чисто. Обучается в муслимат женщины всех возрастов. От 7 до 70 лет. Нередкий случай, когда за одной партой сидят бабушка и внучка. Бабушку больше интересуют упущенные в свое время вопросы веры, а девочку – домоводство или вопросы семьи и отношений. А самому маленькому воспитаннику Ахмаду всего 5 лет. Но он уже успел многому научиться. За эти годы было проведено огромное количество встреч, выездов и мероприятий. Параллельно ввели непрерывный учебный процесс. А во время карантина занятия с девочками продолжались в режиме онлайн. На сегодняшний день муслимат имеет 20 филиалов в городах и районах. Есть такие сильные села, есть такие сильные районы, где очень сильно поставлена работа в плане женского воспитания, женского обучения и по хитрику Корана. Там также учат мусульманок стойкости духа, противостоять соблазнам и вредным привычкам. А значит, эта школа духовной красоты способствует оздоровлению современного общества. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Впереди большие планы и новые цели по сохранению семейных ценностей на основе дагестанских традиций. В Женском центре «Хидая» состоялось мероприятие на тему укрепления семейных отношений. Перед учащимися выступали религиозные деятели и психологи. Они говорили о том, как подготовиться к будущей супружеской жизни, а тем, кто уже состоит в браке, о сохранении и укреплении любви в семье. Эксперты также ответили на интересующие вопросы. Мероприятие проходило в рамках проекта «Школа семейного счастья», который реализуется в Махачкале при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и духовенства региона. По завершению семинара участникам раздали информационный буклет о семейных ценностях. Боксеры сборной Дагестана сегодня проведут полуфинальные поединки чемпионата России, проходящего в Оренбурге. Из спортсменов, представляющих нашу республику, за выход в финал поборются махачкалинцы, Джамбулат Бижамов, Шарабудзин Атаев и Муслим Гаджимагометов. Помимо них в одну-вторую финала пробились выходцы из Дагестана, выступающие в составах других регионов страны. Это Джамал Бадрудинов, Альберт Батыргазиев и Шахабас Махмудов. Все полуфиналисты чемпионата России уже обеспечили себе бронзовые медали соревнований. Трое дагестанских борцов выиграли золотые медали первенства России среди молодежи. Турнир среди спортсменов до 23 лет завершился сегодня в Смоленске. В заключительный день соревнований золотую медаль нашей команде принес полутяжеловес Магомедхан Магомедов. В финале махачкалинцев противостоял борец из Северной Осетии Аланий Хохагаев. Встреча завершилась со счетом 10-5. До этого в шаге от золот остановились Абдулмажид Кудиев и Магомед Нурдадаев. Напомним, что ранее на первую ступень пьедестала первенства России поднимались хасавюртовцы Муса Мехтиханов и Аманулла Расулов. Всего же по итогам трех дней наши вольники выиграли в Смоленске 10 наград разной пробы. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»